Стоит ли бояться распада России? Московская пропаганда очень хорошо поработала над тем, чтобы ввести в заблуждение Запад, да и собственное население, ужасными мифами о том, что же может случиться, если вдруг Россия развалится. Это, мол, вызовет глобальную мировую катастрофу. Сказка сия, к сожалению, хорошо прижилась среди некоторых западных политиков и дипломатов, которые склонны прощать Кремлю многое, лишь бы Россия не развалилась и мир не столкнулся с якобы чудовищными последствиями. Традиция подобного запугивания восходит ко временам позднего СССР, когда коммунистическая пропаганда повлияла даже на таких политиков, как Маргарет Тэтчер и Джордж Буш-старший, которые накануне распада Совдепии призывали порабощенные Москвой народы оставаться в обновленном имперском концлагере. Несмотря на их призывы, СССР ушел в небытие, и условия человеческого существования на его обломках значительно улучшились, как бы ни старались утверждать обратное адепты «вкусного» в кавычках советского мороженого и колбасы по 2-20. Современная Российская Федерация – территория, населенная разными народами, исповедующими разные религии. У них нет абсолютно никакого мотива, за исключением жесткого принуждения, жить в одном государстве. Потребность Москвы сохранять империю обрекает население Российской Федерации на прозябание в условиях авторитаризма, на колониальную эксплуатацию регионов и ассимиляцию порабощенных народов. Неужели кто-то думает, что окончательный распад Российской империи окажется более катастрофическим, чем ликвидация СССР? Чтобы разобраться в этом вопросе, стоит проанализировать главные мифы московской пропаганды, а якобы опасности развала России. Итак, миф номер один. Распад Российской Федерации приведет к войне между регионами. В качестве примера приводят распад Югославии. При этом умышленно замалчивается, что президент Сербии Слободан Милошевич развернул бешеную пропаганду сербского великодержавного шовинизма, что вызвало у других народов Югославии нежелание жить в государстве, где будут господствовать исключительно сербы. Путинский режим тоже пытается разыграть великодержавный сценарий под видом русского мира. Но ситуация в современной РФ существенно отличается от положения вещей в тогдашней Югославии. Длительная имперская политика помешала самому формированию русских как нации. Недаром они единственные в мире, кто использует в качестве самоназвания прилагательное, а не существительное. Потому что русский равняется имперский, и ничего больше. И даже среди этих носителей имперского сознания большинство не получает ничего из преимуществ существования в империи. Наоборот, наибольшую пользу от ресурсов с имперских территорий получает Москва, как метрополия, в то время как русские регионы прозябают в экономической нищете и политических притеснениях. Какие основания, например, для войны Великого Новгорода с Псковом или Тывы с Бурятией? Как показывает опыт ликвидации СССР, вновь созданные государства направят свою энергию на стабилизацию ситуации в своих странах и налаживание новой жизни. Конфликты вроде Карабахского или Приднестровского были искусственно созданы снаружи при активной поддержке имперского центра. Без вмешательства Москвы просто не появились бы горячие точки на территории бывшего СССР. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс и другие. Поскольку имперская метрополия прекратит свое существование, провоцировать конфликты будет некому. Страны Сибири и Дальнего Востока получат возможность самостоятельно распоряжаться огромными ресурсами. Для небольшого количества местного населения это означает возможность жить в достатке, как коренное население Саудовской Аравии при условии создания справедливой системы распределения национального продукта. Возможную проблему составят некоторые регионы Кавказа, где благодаря политике московского коммунизма создавалась запутанная система административных границ и проблемы из-за последствий депортации народов. Но и в этом случае конфликты без имперского подстрекательства останутся локальными, без распространения на значительные территории. Друзья, трешки реклами, но очень полезной. Хочу порадить вам YouTube-канал Огляд.UA. Веде его Юра, который рассказывает о новой смартфоне, планшете и другую технику. И делает это цикаво и профессионально, особенно проверяющий все основные характеристики техники. А главное, делает это украинскую. Давайте его поддержимаем. Посилания на канал Огляд.UA. Залишу в описании под видео и закреплю в комментарии. Обовязково переходьте и подписывайтесь. Миф номер два. Крушение империи хотят только экстремисты-националисты. События начала 90-х годов прошлого века опровергают утверждение о том, что в новых государствах возникает диктатура, занимающаяся этническими чистками. После распада СССР ни в одной новообразованной стране не было преследований по этническому признаку. Все проблемы на национальной почве возникли исключительно в регионах, где Москва спровоцировала межэтнические конфликты. На территории тогдашней РФ парад суверенитетов происходил мирно, до начала его свертывания имперской властью. Возникли Уральская и Сибирские республики, во главе которых стояли русские, которые стремились контролировать экономические ресурсы своих территорий. Борьба российских сибиряков за создание собственных государств имеет давнюю традицию, которая происходит из движения сибирского областничества. Борьба Татарстана за государственный суверенитет имела исключительно мирный характер, без притеснений по этническому признаку. В наше время освобождение Татарстана и других стран Поволжья и Урала может быть реализовано в стремлении создать конфедерацию государств свободного Идель-Урала. Вооруженное противостояние возникло только в Ичкерии. Военный конфликт был создан исключительно имперским центром. Чеченские власти не проводили никаких этнических чисток, а вот Москва широко применяла для коренного населения практику фильтрационных концлагерей по этнической принадлежности. Знаменательно возникновение движений за независимость в Ингрии, Карелии, Казакии и других регионах, большинство населения которых называют себя русскими, но при необходимости быстро вспомнит свои финно-угорские, тюркские или казацкие корни. Эти явления служат залогом того, что без искусственного разжигания имперской митрополии межэтнической вражды процессы демонтажа империи пройдут мирно, без значительных проявлений этнического экстремизма. Миф номер три. В новообразованных государствах власть захватит криминал. Это наиболее смехотворное утверждение. Во главе современной РФ стоят чекисты. офицеры организации, запятнавшие себя массовым государственным террором, депортациями по этническому признаку, голодоморами и в наше время не прекращающей коварно убивать мирных людей новичком или полонием. Именно благодаря ЧК НКВД возникла система воров в законе, с помощью которых каратели контролировали узников ГУЛАГа. С распадом СССР КГБ использовал организованную преступность для своих схем приватизации госимущества. Факты сотрудничества чекиста Путина с Тамбовской организованной преступной группой ОПГ неизвестны только тем, кто не хочет о них знать. Образование новых государств на обломках Российской Федерации обязательно приведет к смене элит, а значит создаст возможность наконец покончить с господством чекистской олигархии, построенной на коррупции и криминале. Миф номер четыре. Жизнь значительно ухудшится. Якобы распад России даст старт обнищанию людей, что повлечет за собой массовую миграцию населения в Украину и другие соседние государства. В качестве аргумента ссылаются на кризис начала девяностых, вызванный разрушением экономических связей и конверсии предприятий. При этом не учитывается, что с тех пор промышленность РФ претерпела значительные изменения по сравнению с экономикой СССР, базисом которой был ВПК, военно-промышленный комплекс. Сейчас многие предприятия России не связаны с военкой и имеют выход на зарубежные рынки, чего не было при Совдепии. Ликвидация имперского центра позволит многим регионам получать немалую выгоду от собственной промышленности, которую ранее присваивала Москва. Например, Башкортостан, Поморье, Татарстан и Якутия смогут иметь немалую ренту от продажи нефти, Бурятия от продажи урана, а Коми от торговли лесом. Другие регионы, такие как Калининград, Карелия, Курилы и Сахалин могут пойти по пути присоединения к экономически развитым государствам, частью которых они когда-то были. Для новых государств, где нет огромных запасов природных ресурсов, независимость вовсе не будет означать бедность. Стоит вспомнить историю Грузии. На момент распада СССР это была страна с самым слабым экономическим потенциалом. Очень быстро в стране узурпировала власть группа одного из руководителей СССР Шеварнадзе. Как только страна покончила с диктатурой этого товарища из Кремля, открылись возможности для экономического развития страны. Уровень жизни граждан существенно улучшился. Если современные депрессивные регионы России после ее распада разумно отнесутся к выбору власти, то будут иметь такие же шансы на новую жизнь, как и Грузия. Из всего сказанного следует, что распад Российской Федерации не спровоцирует анархию, тотальные войны и экономический упадок. Поэтому не будет оснований для массовой миграции населения из этих территорий. Тем не менее, Украине, исходя из современной ситуации гибридной войны с Российской Федерацией, уже сейчас следует позаботиться об ограничении въезда в страну лиц с территории нынешней России. Законы, ограничивающие въезд граждан из чужих государств, не нарушают никаких прав, поскольку всеобщая декларация прав человека гарантирует лишь право свободно покидать и возвращаться в свою родную страну и ни в коем случае не обязывает другие государства безоговорочно принимать пришельцев. Миф номер пять. Расползание ядерного оружия. Опыт распада СССР свидетельствует о ничтожности этого аргумента. Тогда не произошло никакой свободной торговли ядерным оружием. Правительства новых стран надежно контролировали ядерный арсенал. Вероятно, страны, образующиеся на обломках РФ, добровольно лишатся ядерного оружия, как это сделали Украина, Казахстан и Беларусь в 90-е. Только теперь они учтут горький опыт Украины и на замену ядерному счету будут требовать твердых гарантий государственной безопасности и значительной материальной компенсации от заинтересованных государств. Для тех, кто сомневается в таком развитии событий, стоит напомнить, что в настоящее время именно Москва угрожает миру ядерным оружием, а вовсе не Калмыкия или Пермь. Именно из имперской митрополии разносятся угрозы обратить мир в ядерный пепел. Именно Кремль сегодня, как и во времена Хрущева, все так же использует ядерный шантаж для достижения своих интересов. Именно империя, а не новые свободные страны несет угрозу мирному существованию планеты. Распад Российской Федерации это совсем не катастрофа, а путь к новой, лучшей жизни всех порабощенных Москвой народов и их соседей. Перед вновь возникшими странами откроется возможность реформ, которые сейчас, ради сохранения незыблемости этой недоимперии, блокируются режимом жесткого авторитаризма. Для стран, некогда входивших в зону влияния Российской империи во всех ее ипостасях, исчезнет давлеющее влияние ненасытной метрополии, исчезнет поддержка криминально-олигархических режимов и появятся новые перспективы развития. После развала России никаких войн, этнических конфликтов, власти криминала и ухудшения жизни не будет, потому что Москва, которой это всегда было выгодно, будет столицей чужого отдельного небольшого государства с новым названием, а регионы наконец-то вздохнут свободно. Распад Российской Федерации это то, чего точно стоит бояться намного меньше, чем существование России в ее сегодняшнем современном виде. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, а также поддерживайте автора на патреон, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok